Что такое 20 лет? Это расцвет. Вовсю бьет ключом юношеский максимализм. Кажется, протяни руку, и вот она, мечта. Героиня нашей программы прожила всего 20 лет. За это время она познала радости детства, боль войны и горе чутраты. Это передача про город, в который речь пойдет о нашей землячке, Любе Новоселовой. В 60-е годы прошлого столетия Одинцова активно строился. На карте города появлялись новые улицы. Молодежная, садовая, северная. Неподалеку бульвар Любы Новоселовой. Названный в честь скромной девушки, гвардии старшины медицинской службы, мечтавшей покорять моря и океаны, но попавшей в жернова войны. В одной из своих статей, посвященных героям славной истории Одинцовской земли, краевед Александр Пузатиков пишет, далеко на Смоленской земле стоит памятник. В верхней части его укреплена фотография улыбающейся задорной девушки. Ее лицо светится счастьем, каким-то русским обаянием и простотой. Это могила гвардии старшины медицинской службы Любови Новоселовой, именем которой назван крупнейший бульвар в Одинцово. О жизни Любы Новоселовой можно узнать у хранителей школьного музея Одинцовской гимназии номер 11, где долгие годы работал краевед Пузатиков. Здесь есть фотографии мамы нашей героини, класс, в котором училась Люба, а также фотохроника с фронта. Школьный краеведческий музей Одинцовской гимназии существует с сентября 1969 года и был основан нашим первым директором Пузатиковым Александром Андреевичем. Буквально через год после основания начала работы нашей гимназии. Если в 2018 году нашей гимназии будет 50 лет, значит в 2019 году у нас будет юбилей нашего школьного музея, нам тоже исполнится уже 50 лет. Александр Андреевич вел очень активную работу краеведческую в школе. Он организовал поисковый отряд учащихся, которыми были собраны очень многие экспонаты нашего музея. И в принципе две основные экспозиции музея – это история Одинцовского района. Вторая экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. Александр Андреевич начал поиск информации о тех героях, которые проживали в нашем районе. Вот один из таких героев была Любовь Александровна Новоселова. Люба Новоселова. Имя этой жительницы нашего города, сведения о ее подвиге, о ее жизни были собраны учащимся в нашей гимназии. И ей посвящен отдельный стенд с раритетными фотографиями. Итак, Люба Новоселова родилась в 1924 году в рабочем поселке Одинцово. Позже из наградного листа краеведы узнали адрес Можайской шоссе, дом 16. Кроме нее в семье было еще двое детей. Девочка рано осталась без отца. Ее матери Татьяне Георгиевне приходилось много трудиться, денег едва хватало. В музее хранится фотография железнодорожной школы, где училась Люба. Вот эта девочка в ситцевом платье в третьем ряду, наша героиня. А рядом ее учительница Антонина Петровна Мамаева. После четвертого класса Люба, как и большинство ребят, перешла в пятую школу поселка Одинцова. Мечтала пойти учиться в мореходку и стать капитаном, покорять дальние страны, плыть к необитаемым островам. Однако девушке предстояло примерить солдатскую гимнастерку. После окончания курса медсестер она вступила в отряд разведчиков и самоотверженно сражалась с врагом. В ряды Красной Армии Люба попала не сразу. Ей было всего 16 лет. Но на фронт наша героиня прорывалась упорно. Так, в графе «Дата рождения» появилась строка «Год 1922». Первую контузию Люба Новоселова получила в июле 1941 года. В копии наградного листа, полученного красными следопытами гимназии номер 11 города Одинцова из архива Министерства обороны, содержатся короткие, но лаконичные строки. Товарищ Новоселова 15 ноября 1941 года в составе группы партизан-добровольцев пересекла линию фронта в районе деревни Обухово Рафаминского района. Находясь в тылу противника до 1 января 1942 года, она участвовала в уничтожении эшелона с грузами и войсками противника, обвоза с продовольствием, нескольких мостов, карательного отряда и немецкого штаба в деревне Татаровка. За это время Люба привязала 24 человека раненых солдат и командиров. О событиях, происходивших с Любой Новоселовой на войне, нам известно благодаря работе юных следопытов 11 гимназии, руководил которой Александр Пузатиков. Тогда мама Любы Татьяна Георгиевна показывала ребятам письма, приходившие с фронта. В апреле 1942 года Люба действовала в районе Великих Луг, затем воевала в стрелковых частях уже санинструктором. Вот один из боевых эпизодов, описанных командиром части Осиповым и артиллеристами Волковым и Попковым. Люба у нас и агитатор, и санитар. А недавно был такой случай. Рано утром началась артиллерийская подготовка. Наша пехота пошла в наступление. Достигнув немецких траншей, бойцы закрепились в них. Но немецкие гады накрыли пехоту шквальным огнем, и тут появилось шесть немецких танков. Бойцы подпустили танки совсем близко и начали их расстреливать в упор. Люба перевязывала раненых и уносила их в безопасное место. Потом она неожиданно поднялась во весь рост и подбежала к подбитому танку. В нем был водитель. Она вытащила его из танка и доставила в штаб. По словам сослуживцев Любы, таких случаев героизма у молодой Одинцовской девчонки было немало. Мужество и отвага, совсем не женские качества были у Любы в крови. После контузии Люба снова в строю, теперь уже в артиллерийской части. Люба участвовала в уничтожении нескольких эшелонов с войсками, грузами противника, пучинах под откос. Обоза с продовольствием и вооружением. А также лично ранила немецкого эфрейтора, который был взят в плен этой группой. 26 июня 1943 года 19-летняя Люба Новоселова была представлена к награде – Ордену Отечественной войны 2-й степени. В то время она была санинструктором 93-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии. Весной 43-го года дивизия принимала участие в Ржевско-Веземской операции, в ходе которой в марте был освобожден Гжатск, а в августе приняла участие в освобождении Ельни. В июне 44-го года дивизия была моторизирована, все ее стрелковые полки и специальные подразделения были пересажены на машины. Для Любы Новоселовой 44-й стал последним в ее героической судьбе года. В боях за поселок Красный, когда шло освобождение Смоленска, на наблюдательном пункте наша героиня получила тяжелое осколочное ранение в голову. Ее отправили в Смоленский госпиталь, где 15 апреля 44-го года любовь Новоселова скончалась. Девушку похоронили на высоком берегу Днепра, близ Свирской церкви. Из наградного листа, находясь в 354-й стрелковой дивизии с августа 42-го по март 43-го года, участвовала в освобождении городов Зубцова, Сычева. За это время перевязала и вынесла с поля боя 95 бойцов и командиров, за что награждена медалью за боевые заслуги. О героической землячке в Денцово помнили. Бульвар Любы Новоселовой взял свое начало от улицы Северная, а к 76-му году удлинился до улицы Молодежная. В 90-м году на доме номер 18 появилась мемориальная доска и барельеф отважной Любы. На бульваре Любы Новоселовой в доме номер 13 появился первый в Денцово книжный магазин «Кругозор», который работает и по сей день, и с советских времен он, можно сказать, практически не изменился. Прогуливаясь по бульвару, названному в честь нашей героической землячки, удивляющейся обилию важных спортивных сооружений, это место поистине одно из центральных в Денцово. Бульвар Любы Новоселовой – одна из красивейших улиц нашего города. Здесь расположен центральный стадион, а также крупнейший в Европе спортивно-зрелищный комплекс. Помимо фотографий из семейного архива Любы Новоселовой в музее Денцовской гимназии номер 11 хранится немало краеведческих экспонатов. Например, фотогалерей первых секретарей Оденцовской комсомольской организации, в том числе Станислава Маковского, в честь которого названа одна из улиц 8-го микрорайона. Мы говорим о погибших в период 1941-1942 года, которые защищали нашу столицу. Фотографии, которые представлены здесь, это редкие фотографии, в связи с тем, что у многих даже не сохранились все архивы. В период Великой Отечественной войны у многих потеряли эти архивы по разным причинам. Годы были страшные. Хотелось бы, чтобы, конечно, дополнялись больше из архивов, но мы гордимся этими героями. Помимо краеведческой работы в школе собирался и собственный исторический материал. То, чем жила школа с 70-х по 90-е годы. С 70-х годов по 90-е мы можем узнать истории каждого класса частично, потому что здесь не особо точно подробно сказано, но что эти учили все, кто из учителей здесь был. Без работы юных следопытов под руководством Александра Пузатикова сегодня сложно было бы восполнить исторические подробности, связанные с именами защитников нашей Родины во время Великой Отечественной войны. Дело краеведа продолжают юные гимназисты, а мы следуем дальше, к новым страницам славной истории города, имя которому Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова